Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня прекрасный весенний денек, правда у нас вчера весь день шел снег. 18 марта и вот та самая пора, когда почти у всех у нас стоят лотки на стеллажах и возникают первые проблемы. Ну у кого первые, у кого вторые. Конечно, самая главная проблема это или возникновение плесени, или возникновение каких-то уже вредителей, тлей, приходят такие комментарии. И я вот сегодня на все эти темы хочу снять по видеоролику про тлю, про избавление плесени и начну конечно с плесени, потому что когда один день назад я выложила видеоролик про золу и показывала там как подсыпаю грунт, где у меня плесень, мне вот Ирина, одна зрительница, написала, что вы неправильно делаете, вы ложечкой, ну из ложечки присыпаете землю, а надо опудривать листья. И вот по этому комментарию я поняла, что люди вообще не очень понимают преимущества применения золы от плесени. Мне не нужно было припудривать листья, как она говорила, что будет окрас зеленый, все. Мне не нужно зеленого окраса. Я хотела вам сказать вот этим, ну как, земли, что зола это прекрасное народное средство для борьбы с плесенью в лотках. Плесень это бич наш, вот в то время, когда еще мало света, когда дома прохладно, я сейчас расскажу вам подробно, что делать, если появилась плесень. Во-первых, как предотвратить появление плесени, потом, как можно, какие способы есть, чтобы избавиться от плесени. Ну, способы, конечно, буду называть самые простые, вот эти народные средства, доступные всем, бесплатные и безвредные. Вот, что самое главное в нашей теме. Вот очень часто на поверхности грунта в наших лотках появляется плесень. Вот у меня сейчас стоят томаты, перцы. Я осматриваю каждый день. И обязательно где-нибудь, ну вот этот очаг такой белой, пушистой пленочки появится. Вы должны знать, что плесень может погубить молодые саженцы, вот эти сеянцы наши. Рассада еще не окрепшая. Вот у нее эти стволик-то очень-очень нежный. И если плесень появляется, у нас всегда угроза появления заболеваний. Потому что плесень это явно проявление какого-то грибкового заболевания. Вот если некоторые люди говорят, что они считают, что плесень это вот у них фитоспорин. Но я точно знаю, что я не поливала фитоспорином. Никакой плесени от фитоспорина у меня не может быть. Если у меня вот этот белый налет появился, это однозначно. Ну, патогенная микрофлора, нехорошая плесень. Но откуда появляется плесень, я сегодня не буду объяснять. Потому что все это мы уже проходили. Там необработанный грунт, там всякие условия провоцирующие грибковые заболевания. Мы сейчас будем говорить именно о том, как избавиться от этой плесени. Ну, начну с того, что самый быстрый способ, самый простой, самый бесплатный. И вот в комментариях, кстати, про ЗОЛУ, там люди тоже о нем писали, я всегда о нем говорю. Это солнце. Если у вас появилась плесень, и если у вас есть возможность выставить на солнце, это самый верный способ. Солнце дезинфицирует, оно убивает плесень сразу. Во-первых, верхний слой грунта подсыхает, а вы знаете, что вот эти условия для плесени жизненно важны. Это вот мокрота, вот эта влажность грунта, только там она будет у нас процветать такая, будет колоситься вот эти вот такие будут пушистые. Как только на солнце выставить, как медуза, все, она вся засохнет, только останется немножко такой небольшой, как сероватый, ну, как налет. Вот это наша погибшая плесень. Вот, короче, первый способ это солнце. И ультрафиолетовые лучи, они чем хороши? Что они, во-первых, и растению помогают, сразу поддерживают его, и плесень убивают, все. Но еще способ, если нет солнца, старинный дедовский метод, это, конечно, наша марганцовка. Испокон века всегда плесень вот прижигали марганцовкой. Еще наши бабушки, хотелось сказать дедушке, ну, конечно, дедушкам было не до этого, еще наши бабушки, развести раствор марганцовки и вот это вот место, где плесень спрыснуть. И вы посмотрите, что в большинстве случаев плесень умирает. Так, еще какие способы нам... А, забыла сказать про самый простой, когда без применения, безо всего. Смотрите, можно просто прорыхлить и подсушить грунт, вот, ну, чтобы не было условий вот этих для произрастания плесени, тут вот зрители подсказывают, что некоторые пользуются даже феном. Фен включают, и вот это вот как быстрейшее подсыхание, и вот от этого сухого воздуха плесень тоже погибает. Я вот этим методом ни разу не пользовалась, если честно, даже ни разу не слышала, что можно феном вот там просушить. Но вот люди пишут, я склонна им верить, что действительно это же неблагоприятные условия для плесени, если сухой горячий воздух туда, ну, как на эту землю, и скорее всего она тоже убивается. Но каким бы вот из этих способов вы не пользовались, самое главное условие, что нужно прекратить полив. Вот это выражение, не разводите сырость в лотках, вот только из-за этого у нас появляется плесень. Я всем говорю, но у самой тоже иногда получается такая ситуация, что польёшь в надежде, что на солнышке высохнет. Солнышко ушло, простояла при пасмурной погоде вся рассада, и земля вот эта влажная, и на следующий день она не высыхает. Так, теперь дошли до самого главного, из-за чего весь сыр вор, вот из-за этой золы. Зола является на протяжении многих лет прекрасным средством для борьбы с плесенью. Можно сделать так, можно сразу после посевов, вот как только они начинают сходить, вот эти междурядия припудрить, именно грунт, а не листья. Вот о чём я говорю, что некоторые, ну один или два человека ошибочно восприняли, вот мой посыл про золу, что листья надо опудривать. Нет, я хочу заострить ваш момент на том, что зола именно с плесенью на грунте хорошо справляется. Можно опудрить вот этим тонким слоем золы, вот так покрыть прям землю. Тогда никакая плесень, никакой грибок именно в этом лотке у вас не будет. Ещё, есть профилактическое средство, когда да, когда ещё нет у вас ни плесени, ничего. Просто вы хотите предотвратить появление вот этой плесени. Делают состав толчёный древесный уголь, уголь, вот на котором шашлыки жарим, и зола. Там какое соотношение, сейчас я посмотрю, где-то у меня... Я специально приготовила вам... А, два к одному. Две части древесной золы, одна часть угля, всё перемешать, и вот посыпают грунт этим. Ну, то же самое. Забирает на себя влагу, прижигает грунт, не даёт образовываться плесени. Потом, то же самое про калёный песок. Вот, кстати, когда я проговорила про это, ну, про использование золы, многие напомнили, что можно присыпать не золой, а именно калёным песком, прокалить песок, чтобы он был безопасный. Но у меня песок не всегда под руками. Я согласилась, да, этот способ действует. Но зола у меня всегда заготовлена, потому что я в грунт вмешиваю. А песка не всегда у меня есть. Но это тоже хороший метод. Ещё можно припудрить грунт слоем земли и сделать лёгкое рыхление, и подсушить. Это тоже стопроцентный способ избавления от плесени. Всё это уже испробовано. Ну, и, конечно, если у вас нет ни песка, ни золы, ни угля, вот ничего таких народных средств нет, ну, можно полить фитоспорином. Но он работает не всегда. Бывает такая плесень живучая, что фитоспорин её не убивает. Именно нужно вот такой прижигающий эффект, именно сильный фунгицидный эффект. Тогда уже, вот многие пишут, что применяют превикур. Тогда уже, конечно, можно полить превикуром. Это уже стопроцентно он подействует. Там никакая плесень не выживет, потому что он такой сильный препарат. Но я хотела заострить ваше внимание именно на золе, что зола это доступное средство, это бесплатное, это экологически чистое, это и вот такой протравливатель плесени, это и удобрение. Вы потом порыхлите, и оттуда пойдёт у вас в грунт и фосфор, и другие макро-микроэлементы, и удобрение, и всё. Ну всё, я вот про все способы вам рассказала. Какой выбрать, или вот быстрый, или вот такой вот... А, хотела вам напомнить, что про золу, например, если вы сделаете один раз, и она ещё не подействует, можно и второй раз подсыпать, потому что зола никакого вреда не нанесёт. Но самое главное, что вы должны вот вынести со всего этого, только не переувлажнять. Какими бы вы способами не воспользовались, главное прекратить на какое-то время полив, чтобы создать условия, неблагоприятные для плесени. Всё, подведём итог. Главное плесень не заводить, не переувлажнять, чтобы было проветривание, чтобы был полив умеренный, но если всё-таки она у вас завелась, можно прокалённым песком присыпать грунт, можно золой присыпать, припудрить грунт, можно вот по совету зрителей просушить грунт феном и просто вот так порыхлить, чтобы разрушить комфортное вот это вот состояние для плесени, она умрёт. Можно, если ничего этого народных средств нет, использовать фитоспорин или привикур. Это вот понарастающий. Народные средства немножко более мягкие, и потом идут более сильные. Всё, до свидания. Желаю вам, чтобы плесень не жила в ваших лотках, чтобы даже не появлялась. А если появилась, вы должны всегда уметь её уничтожить. Плесень не нужно жалеть, она бывает иногда такая красивая, пушистая, но всё-таки это наш враг. Всё, до свидания. Следующее видео будет ещё про более злостного врага, это тлю. Она тоже вот на большом видео, она такая красивенькая, блестященькая, толстенькая, как маленькие поросятки. Но она может нанести непоправимый нам вред. Смотрите дальше. Протлю. До свидания.